Литосферные катаклизмы Какие существуют сейсмические пояса, вы научитесь объяснять причины и последствия литосферных катаклизмов. Движение литосферных плит приводит к природным катаклизмам и стихийным бедствиям. Итак, что же такое катаклизмы? Это резкий перелом, разрушительный переворот, катастрофа в природе. Катаклизмы, связанные с литосферой. Землетрясения, извержения вулканов, цунами и другие стихийные бедствия. Из предыдущих уроков вы знаете, как и почему возникают землетрясения. Ежегодно на планете Земля возникают до 100 тысяч слабых по силе и 100 сильных землетрясений. Землетрясения – это быстрые подземные толчки и колебания земной поверхности. Причиной возникновения землетрясения являются тектонические смещения и разрывы в земной коре или верхней части мантии Земли. Еще одним природным последствием землетрясения являются вулканические землетрясения. Это разновидные землетрясения, причиной которых являются выход лавы вулканического газа. Землетрясения этого вида слабые, но продолжаются долго, многократно, недели и месяцы. Более подробную картину вулканического землетрясения рассмотрим в следующем видео. Вулкан Вулкан формируется над магматическим очагом. Когда магма движется по каналу в кратер, он испускает газы. В основном это водяной пар, углерод и оксид серы, а также метан и сероводород. Магма без газов называется лавой. Во время извержения вулканов изливается лава, и из вулкана выбрасываются так называемые вулканические бомбы, пепел и небольшие кусочки застывшей лавы, называемые лапиллями, что в переводе с итальянского означает «камешки». Когда магматический очаг пустеет, вулканический конус может обрушиться. Образуется огромное углубление, называемое кальдерой. Гора Везувий Везувий является одним из самых известных вулканов в истории. История этой горы неразрывно связана с Древним Римом, особенно с Помпеей, Геркуланумом и Стапией. Эти три города были сильно разрушены во время извержения Везувия в 79 году н.э. Во времена правления императора Тита. Горячая лава, газы и вулканический пепел полностью разрушили оживленные города. И привели к гибели тысячи людей. Везувий является единственным действующим вулканом в континентальной Европе. Он расположен на 1281 метре или 4203 фута над уровнем моря. Газы и вулканические испарения постоянно выходят из кратера. И лава часто разливается из стен конуса. В настоящее время, из-за относительного снижения своей активности, Везувий стал драгоценным объектом исследования вулканологов со всего мира и одной из крупнейших туристических достопримечательностей в Неаполитанском заливе. В результате конвекционного потока астиносферы движения литосферных плит на поверхности суши и дни океана возникают особые горы. Ученые назвали их вулкан. Это гора конической формы, из которой выбрасываются горячие газы, пар, обломки горных пород и вытекают потоки лавы. Так как же происходит извержение вулкана? В результате движения литосферных плит возникают магматические очаги. Это место подземной коры, где собирается магма. В очаге из-за разности температур и высокого давления магма через трещины вырывается на поверхность земли и начинается извержение вулкана. Излившуюся магму называют лавой. Извержение вулкана сопровождается мощными взрывами подземным гулом, грохотом и выбросами газов, водяного пара и пепла. Рассмотрим. Канал вулкана, по которому двигается магма, это жерло. Оно заканчивается чашеобразным углублением кратера. Извержение вулкана может иметь временной период от нескольких часов до многих лет. Поэтому вулканы делятся на потухшие, действующие и уснувшие. Вулканы, об извержениях которых в истории науки не сохранились сведения, называют потухшими. Рассмотрим вулканы мира. Извержение вулканов относится к геологическим процессам, которые могут привести к стихийным бедствиям, а в некоторых случаях даже стать страшным стихийным бедствием. Потухшие вулканы – Эльбурос, Казбек, Килиманджара. Действующие вулканы – Ключевая сопка, Этна, Мауна-Луа. И уснувшие вулканы – Малый семячик, Пинатуб. Вулканический пепел и дым представляют главную опасность для животных и людей. Одно из опасных последствий извержения вулкана – это огонь. Который может вызвать пожар. Под воздействием высокой температуры горят различные постройки, гибнут люди и животные. Потоки лавы уничтожают растительность, леса, здания, объекты инфраструктуры, автомобильные и железные дороги. Выброшенные газы влияют на открытость воздушного пространства, вызывая изменения в маршруте движения самолетов. Ядовитые газы, выбрасываемые при извержении вулканов, поднимаются в верхние слои атмосферы и выпадают на поверхность Земли в виде кислотных дождей. Спустя некоторое время в тех регионах, где выпадали кислотные дожди, наступает голод, особенно в развивающихся странах. Из кратера вулкана выбрасываются камни на большие расстояния и тем самым приводят к гибели и травматизму. Следующие последствия – это возникновение грязевых потоков, внезапных бурных паводков и вулканических землетрясений. Многие туристы специально едут в другие страны, чтобы посмотреть, полюбоваться на вулканы. Наличие вулкана в стране – это экономический ресурс для туризма. Интересные факты. В открытом океане волны цунами распространяются с огромной скоростью от 400 до 800 км в час. С приближением к берегу высота волна растет, достигая 20-30 метров. Цунами называют гигантские волны, возникающие на поверхности океана в результате сильных подводных землетрясений. Сейсмические пояса – это зоны, где соприкасаются между собой литосферные плиты, из которых состоит планета. Сейсмические пояса – тихоокеанские, средиземноморские, альпийские, восточно-африканские и центрально-азиатские. Перейдем к практической части. Выполним задание номер 1. Перечислите вулканический состав. Ответ. Задание номер 2. Перечислите сейсмические пояса. Ответ. Тихоокеанские, сейсмические, средиземноморские, альпийские, восточно-африканские и центрально-азиатские. Подведем итоги изученного материала. Землетрясения, извержения вулканов, цунами относятся к литосферным катаклизмам. Причиной возникновения катаклизмов являются движения литосферных плит. Литосферные катаклизмы происходят только в сейсмических районах Земли. И последствия литосферных катаклизмов очень масштабны. На этом урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok